Здесь табличка показывает, что нельзя на велосипедах. Только пешим можно. Очень красивые виды. Посмотрите, какая прелесть. Здорово. Есть и грибы по дорожке. Когда идешь, то видишь. Например, вот масленок. Видите, какой с липкой такой шапочкой. Вот еще грибок. Тоже масленок. Вообще все грибы, ягоды, которые в природе вырастают, они на личных участках, их рвать нельзя. Это собственность природы, а не человека, так сказать. То есть птицы, звери. Вот те едоки, которые для грибов и ягод. Грибов можно 250 грамм. Обычно набрать только. Ягоды, может быть, чуть-чуть можно, но нежелательно. Можно получить довольно-таки основательный штраф. А в Нидерландах очень много ежевики. Вот что интересное. Вот она. Сейчас, конечно, ее уже, считай, вообще почти нет. Она уже вся высохла. И переспела, и осыпалась. Но вот сейчас я нашла здесь кустики ежевики. Просто ее заросли. Просто она здесь растет с зарослями. И вот здесь вот в Лемельберге всегда сочетание вереска и ежевики. Это, ну, конечно, очень романтично, очень красиво. И интересно, посмотрите, какой пейзаж там дальше. Вот именно вереска и ежевика здесь. Как визитная карточка Лемельберга. Ну, а мы движемся дальше. Ну, вот такой гриб. Не знаю, как он называется. Думаю, наверное, он несъедобный. Не хочу просто вам показать. Ну, вот это, наверное, дождевик. Их едят молоденькими. Ну, конечно, я ничего собирать не буду. Вот, я не очень в грибах разбираюсь. Ну, и к тому же все грибы, как я уже сказала, это для животных, а не для людей. О, посмотрите, какой роскошный. Огромный дождевик. А мы постоим, полюбуемся. С холма, вот, таким видом. Кстати, что интересно, что в Нидерландах в основном леса не сосновые, а еловые. И ели не маленькие, а большие. Вот как раз сосны меньше елей. Вон, нижний ярус это сосны, вот. А вот верхний ярус это именно ели. Хотя вот он как у нас, так наоборот. Высокие это сосны, а ели низкорослые. А здесь вот именно с точностью до наоборот закономерность. А вот посмотрите на старом пне, вообще уже трухлом. Уже не то, что старом, а древнем. Посмотрите, растет. Непонятно, как, наверное, семечко сюда занеслось. Молоденькая сосна. Нежная. Вот. Победа жизни над смертью. Вот, посмотрите, какой красивый, глянцевый жук. Похож на скоробея. Он темно-темно фиолетовый, как будто его кто-то прям облил чернилами из ручки. Движется по своей дорожке. А вот и признание в любви кому-то. Элиса. Сердечко. Вот так кто-то придумал выразить свои чувства. Ну, сейчас присели мы на привал. Термос. Кофе с молоком. И чипсы. Шоколадка. Посмотрите, какая красивая здесь открывается панорама. С этого места. Я сейчас не спеша проведу. Очень тихо. Народа почти нет. Ну, здесь, во всяком случае, обычно обязательно человек пять-шесть. Три семьи где-то. Парочки. Парочки. Но сейчас только одни мы. Посмотрите, как красиво. Такие просторы открываются. Живописные. Какая смотровая обзорная площадка. Полюбуйтесь, не спеша проведу вокруг. Слышно чириканье птичек. Доносят разговоры путешествующих. Парки путешествующих. Парки путешествующих. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok